Привет, любознательные! Сегодня я расскажу вам, чем опасен беспорядок на рабочем месте, почему мы тормозим вперед магнитных бурей, где применить современные методы статистического анализа данных. Подробности далее. Итак, в мире. Ученые университета штата Флорида пришли к выводу, что рутинный труд и грязное рабочее место оказывают негативное влияние на когнитивные способности сотрудников, которые проверялись с помощью краткого телефонного теста, в ходе которого оценивалась их способность запоминать и использовать информацию в дальнейшем, концентрироваться и решать логические задачи. Оказалось, что мужчины и женщины, работавшие в загрязненном пространстве, были более склонны испытывать снижение когнитивных функций, чем те, кто трудится в чистоте. Так что простое наведение порядка на рабочих местах уже может заметно повысить производительность сотрудников. А в России в Томском госуниверситете исследовали воздействие возмущения магнитного поля Земли, вызванного вспышками на солнце на мозг человека. В течение года специалисты ловили магнитные бури и проводили экспресс-тестирование психофизического состояния людей. Выяснилось, что возмущение магнитного поля от 4 баллов способны затормаживать скорость реакции человека. Это объясняет увеличение количества ДТП, производственного травматизма и техногенных аварий, виной которых становится человеческий фактор. Периоды геомагнитной возмущенности метеозависимым людям сложнее сконцентрироваться. И напоследок в Татарстане. Недавно были названы обладатели стипендии попечительского совета Казанского федерального университета. Среди них ассистент кафедры математической статистики Института вычислительной математики и информационных технологий Искандер Кореев. Он занимается оцениванием наилучшего объема выборки, характеристики, определяющей качество статистических процедур. Это позволяет и определить дальнейшие пути совершенствования методик работы с данными и заранее корректировать стратегию их применения в конкретных задачах медицины, генетики и информационных технологий. А на этом все.